приветствую вас! я надеюсь вы соскучились по поводу курса по поводу гривны по поводу доллара по поводу рубля соскучились? я честно говоря нет но традиция страница сегодня сегодня последний рабочий день в этом месяце в апреле да и скажем вот так не просто последний начинаются праздники так что можно сказать последний день перед праздниками грех не поговорить про гривну ну заодно вспомним рубль и даже функциарная ну для красоты процесс итак начинаем с гривны вы наверно обратили внимание в револьвации нет есть револьвация ну фактически 27,7 то есть то что было к этому верну фактически на сегодняшний момент на межбанке тот же самый 27,7 которые хотя да действительно в апреле был 28 больше 28 но но ребята вы видите наконец то нету факторов которые действительно разгоняли гривну по отношению до доллара ну просто нет просто нет все довольно тривиально обращаю ваше внимание обращаю ваше внимание население активно продает валюту и пока еще как бы есть сегодня так что пишите в обменник продайте чтобы посчитали по итогам апреля 2021 года скорее всего так звана чисто продажа то есть объем продажи валюты по отношению к покупке населением то есть наличной валюты превысит полмиллиарда гривен точно ну там же было 400 тут полмиллиарда будет народ сбрасывает валюту по этой причине вы наверно обратили внимание что в обменниках да 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 там 27,6 я даже видел 27,2 я не удивлюсь что на празднике вы увидите 2700 скупку скупку и продажа может быть по 28 скупка да то есть действительно праздники менять доллары архи невыгодно будет ну во первых банки будут тоже отдыхать и частные валютные обменники курс буддисты смотри еще почему все таки нету девальвации ну во первых во первых не тоже я тоже среди импортеров они покупали валюту спорить не буду но минфин погасил фактически все долги то есть то что надо он купил плюс ко всему разместил вот эти еврооблигации так что ему смысла нет покупать валюту он в мае миллиард отдаст ну вот пришло 30 апреля вот как раз сегодня кто купил эти еврооблигации должны заплатить доллары это принципиально заплатно так что да действительно по большому счету девальвация не привезет хотя обращаю ваше внимание но международная аналитика объяснили сейчас в мировой тенденции мировая тенденция странах которые развиваются мы страна который развивается наблюдается революция их валют по отношению к доллару сша объяснили почему это все связано из заседания фрс заседание фрс и более как раз было очень недавно дал сигнал для развивающихся стран и показалось что ребята надо укрепляться так что есть такое мнение ну что ж теперь про доллар точнее доллар и евро да действительно произошло заседание фрс как вам сказать давайте больше говорили чем на самом заседании потому что заседание повторили все все то же самое учетная ставка фрс меняться не будет может быть во вторых да фрс будет покупать ежемесячно по моему 120 миллиардов долларов так он и сейчас покупать это небольшая сумма 120 миллиардов и больше 120 может мишка это небольшая на это в рамках вот этой денежного смягчения вот эти помните 2 миллиарда который вливается в экономику ну вот фрс закупает по такой сумме этих самых гособлигаций тем самым делает эмиссию безналичных обращая ваше внимание доллара за же так что по этой причине курс евро доллар доллар 21 цент знаете даже на сенсацию не тянет потому что ну это так уже все предвидели что да действительно будет курс доллара выше доллар 20 с ну доллар 21 да есть прогнозы что будет доллар 23 цента но скажем так это отдельные прогнозы и четко сказать что действительно мы увидим ближайшее время курс евро доллар доллар 23 цента ну 50-50 то есть грубо говоря можем в ближайшие месяцы это не видно будем видеть доллар 20 центов доллар 21 то есть фактически ну скажем а так сейчас вот эти все события вот эти все прогнозы ожидания аналитика ну она в курсе она уже в курсе но есть такое понятие что курс отражает ожидания мирового рынка отражает спорить не буду а какие ожидания начинается если заканчивается весна начинается летний период ну вы наверное знаете что в сша проводят вакцинацию возможно вы слышали что экономика сша там действительно развивается причем вы наверное еще слышали что китай с сша постоянно конфликтует и будет конфликтовать дальше поэтому причина на сегодняшний момент на сегодняшний момент больше часть аналитиков международный аналитиков считает что революации доллара по отношению к евро ожидать не стоит а вот что касается революואاء цен доллара по отношению к евро ждать стоит несущественно то есть грубо говоря если будет революля ция доллара по отношению к евро ну что тут сказать на сегодняшний момент можно немножко сыграть и гривна евро ну сам понимаешь от действительно просела то есть можно рискнуть и рискнуть повторяю прикупить евро с расчетом что все-таки немножко подорожает осени осени тогда продать валютная авантюра существует но если вы любите валютного укрепляется фактически уже 74 2 ну как вы наверно догадываетесь прогноз сбербанка россии 74 это не ожидает что скоро будет 74 рубля за доллар есть прогноз 70 есть но не дата рубль укрепиться до уровня 70 а даты нет но если будет ну когда будет точно нельзя но сбербанк россии объяснять почему укрепление рубля он застанет воряется вообще не рассматривает прежде всего он считает что на укрепление рубля влияет возможная встреча байдена и путина ну соглашусь соглашусь действительно соглашусь ну это ожидание плюс ко всему естественно во вторых и вот здесь еще больше соглашусь рост цены на нефть смотрите голден сакс сделал прогноз цены на нефть в этом году и сказал что он ожидает что в зимний период будущее когда 10 закончилась цена на нефть достигнет отметки 80 долларов за баррель но он как сказал достигнет отметки будет ли это фиксировано 80 то не сказал то что может достигнуть да 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 ну любом случае сейчас действительно на укрепление рубля по отношению к доллару очень сильно влияет рост цены на нефть и на газ если обратили внимание цена на газ европы тоже поднялась не только цена на нефть а что это положительно повлияло на курс доллар рубль и действительно я думаю что в ближайшее время ну однозначно на эти праздники мы видим курс доллар рубль 74 рубля за доллар может даже будет и 70 ну только не так быстро и до 10 тенденция имеет место по этой причине по этой причине получается рубля рублины в этом покупать до их на врук надо сейчас продавать а потом уже ну когда уже произойдет к револьвации можно купить а сейчас продавать продавать он цели но и такси ножка для как ты любит такие экзотически купить фунт стерлинг на нем сыграть посмотрите в этом америка взял прогноз курса ну соответственно доллар он стерлинг согласно их не прогнозу ближайшее время мы видим соотношение долларов то есть за один фунт будет давать доллар 40 центов сейчас немножко меньше доллар 37 38 вы процент процент а они ожидают что будет выше долларсу объяснять почему ну тут и не опять же згадывать заседание прс и объясняет тем что заседание прс показала ну прежде всего экономики великобритании что позиция монетарная позиция соответственно сша будет не меняться что будет происходить ну вот это вот эмиссия долларов мало того но еще связывает с тем что духовность десятилетних гособлигаций сша и великобритании имеет склонность или показывает то что да действительно фунт будет девальвировать по отношению доллару сша так что а тут можно сыграть в америке то есть прикупить фунт стерлинг ну сейчас даже может купить загорел рина пождать пока отметочка доллар 40 центов преодолеет чем бы нет ну как вам идея ну и все я думаю хватит я понимаю что сейчас у вас такие предправочные настроения так что это просто такая информация для души что всяком случае помнили и не забывали что у нас оказывается есть и гривна и доллар и рубль и даже фунт стерлинг для спекулянтов есть чем заняться ну а для обычных людей я надеюсь таких традиционных украинцев вы сейчас занимаетесь полезным делом меняете доллары наличные на гривну идете в магазин и покупаете там колбаску яичко маслицам утечку правильно правильно заделать ну вот и все благодарю за внимание пишите комментарии пока